Мне всегда коробило то, что эта притча называется блудного сына, вообще-то не блудного сына. Мне много-много лет, казалось, что старший сын очень хороший персонаж. Можно ли считать действия отца непедагогичными по отношению к младшему сыну? А вдруг старший сын правда искренний? А что разной такой тогда? Обидно ему. История младшего сына это естественная до боли история. Это нормально, вообще это норма. У них живых отношений не было. Формально все было правильно, красиво, а живых отношений не было. А он точно каялся, потому что просто кушать захотел. Меня всегда удивляло, почему отец не остановил. Можем ли сказать, что отец опустил руки? Вот человек хочет уйти из своего дома. Возникает вопрос, на какие шуши он дальше будет существовать? Так вот личности формируются через отдельность. Старший брат, он только начинает путь младшего брата. А есть ли старшему куда приходить? Очень интересная идея. У Бога нет внуков. Я немножко опасаюсь тех христиан, которые имеют идеальную биографию. Представим себе эту притчу без старшего сына. Она что-то теряет принципиально важное. Владыка, ну знаешь, вот я с тобой не соглашусь. Да я понял, что ты с тобой не согласен. Давайте посидим, помолчим, подумаем. Но мне кажется, нет. А мне кажется, что есть. Субтитры создавал DimaTorzok Я сегодня хотел бы начать, знаете как? С небольшой провокацией, как обычно. Кто из вас... Можно уже не предупреждать. Кто из вас готов сейчас на голубом глазу рассказать притчу о блудном сыне? Дословно? Пересказать содержание? Вот что ты для себя усвоил из этой притчи в плане чистого... Текст притчи. Как бы ты его изложил? Вот перед тобой сидит, условно говоря, какой-нибудь твой современный. Излагай, отец, Стефан, излагай. Вы ко мне. У отца было два сына. И сказал младший сын отцу своему, отче, дай мне достойную часть имения. Отец отделил ему часть имения. И тот отправился на сторону долечия. И там проводил жизнь праздно во всяких нехороших излишествах. В итоге совсем издержался. Нанимался на работу. Даже со свиньями не позволяли есть. И он решил, что у отца лучше питаются слуги, чем он. Решил, не пойти ли мне к отцу и не попроситься ли хотя бы быть слугой. Вот он шел. Отец увидел его издалека, бросился к нему, пал ему на грудь. Тот попытался говорить, отче, дай мне хотя бы быть у тебя наемником. А тот сразу ничего не переспрашивая, ничего не уточняя, даже его не отговаривая никак. В смысле попросил, чтобы дали ему одежду и перстень. И очень обрадовался. Сказал, что вот ты погибал и нашелся. И дальше устроил пир. В то время с поля возвращался старший. И он спросил у слуг, что происходит. Тот говорит, твой младший брат вернулся. Ну и тот не захотел разделить трапезу эту, пиршество это. И высказал отцу, что вот, мол, ты мне с друзьями не дал даже козленка, когда я хотел бы повеселиться. А этот прогулял все эти деньги с плудницами. Здесь, кстати, если отходить от пересказа, меня всегда удивляло. То есть, старший-то был в курсе, что происходит с младшим, но никак его не останавливало. Может быть, не хочется никого обвинять, но он знал, что происходит. И да, отец ему говорит, что сын, ты всегда со мной, все мое твое. А вот брат твой, он погибал и нашелся, был мертв и ожил. Так, хорошо. Отец Дмитрий, скажи, пожалуйста. А что отец Стефан пропустил? И как ты думаешь, почему? Что пропустил? А я Стефан не читал. Какие-то слова, какие-то моменты. Не-не-не, но это же наоборот самое интересное. Он выдал то, что у него на поверхности лежит. Вас не беспокоит то, что отец Павел сейчас в роль учителя семинарского вошел? Здорово. Надо его из этой его роли как-то вывести. Ты сможешь это сделать прекрасно. Выводи, я разрешаю. Выходи. Вышел. Спасибо. Так что? Что он выпустил? Я не знаю, что по твоему мнению он выпустил... Какой правильный ответ скажи? Нет, подожди. Неинтересно. С твоей точки зрения я что-то пропустил? С моей точки зрения ты насытили то, что он не мог насытиться с этим рожцами, так сказать, не давали ему. По-моему, ты этого не сказал. Я вроде сказал, что не давали даже со свиньями. Я скажу так. Я не обратил внимания, чтобы он что-то... Если ты не знаешь насытиться. А про насытиться, да. Я не могу сказать, что что-то мне бросилось в глаза из того, что там что-то пропустил. На мой взгляд, все корректно. А я не услышал, для меня это важно, я не услышал то, что он пришел в себя. Интригу создают эти спины. Интригу. Да, естественно. Пришед в себя. Пришед в себя. Да-да-да. Это очень важно. Это очень важно. Это как бы поворотка, ключевой момент, да? Да-да-да. Очень согласен полностью, да. Отец Дмитрий. Точно. Зачетки... Нет, я вообще думаю, что эта история, она здесь как бы две кульминации, во-первых. Это двучастная история. Эта история не только про блудного сына, но и про старшего сына. Вот и про отца, в конце концов. Здесь три главных персонажа, и у всех есть своя какая-то история маленькая, да? И она просто сплетена. Почему-то мы обращаем внимание именно на историю младшего сына. Но на самом деле притча-то богаче смыслами. Меня всегда коробило от того, что эта притча называется блудного сына. Вообще-то, не о блудном сыне, по-моему. Совсем. Не о блудном сыне. Не только о блудном сыне она. Но все-таки кто там главный? Это герой. Отец. Отец. Конечно. То есть, это притча-то о любящем отце. Да. Ну, таких вещей довольно много. В Писании довольно много вещей не названо, которые потом как-то кем-то были когда-то названы. В Писании ни разу суд последний не назван страшным. Но для людей... Таталия Криссия, да? Последний. Да. Но для людей он страшен. Они так и стали его называть. Вот если попробовать с такой стороны зайти. Наиболее распространенная классическая интерпретация этой притчи и основных действующих лиц. Вот. Их поступков. Классическая, ну да. Мне думается, что это вполне очевидно. И все это прекрасно знают. Тем не менее, давайте проговорим. Образ отца – это Бог, Господь, Сидержитель. Образ младшего сына – это человек, который решил побыть, пожить без Бога, без его ограничений таких давлеющих, попытаться пожить свободно вне какого-либо нравственного закона или вне какого-либо закона, который внешне по отношению к нему, как кажется. И образ старшего сына – это человек, который пытается путем закона, соблюдая все, достичь благодати, приближается к ней. Но рушится у него все, потому что он не понимает главной заповеди, которую Христос неоднократно озвучивал о любви к Богу и ближнему. Вот этого у него не получается, к сожалению. И выходит, что весь его путь законческий ни к чему не ведет. Он оказывается вне пира, на котором там вот все пируют. А можно мне задать вопрос тоже в общей причине? Как вы считаете, что сыновей два означает, что есть по большому счету две позиции, возможные по отношению к Отцу? Вот одна или другая? Или просто из десятка позиций Христос взял две, но возможны другие? Или тем, что сыновей два, действительно обозначаются какие-то две коренные, два коренных пути в отношениях с Богом. И мы их можем описать и понять, почему. Хороший вопрос. Причем мы не знаем, когда Христос рассказывал притчу, подразумевались ли там еще дети у этого человека? Другие дети были ли там? Нет, подождите. У отца было два сына. Но мы же не знаем про дочерей. Про дочерей там ничего не говорится. Это только от одной жены. Ну, да. И это только пока история держится в рамках отношения двух сыновей. Ведь она еще и потом продолжается. Ну, хорошо. Вот у нас два сына. На момент ухода. Мы могли бы как-то вычленить два подхода коренных, которые предполагают одного и другого. Что для них самое важное? Ну, для младшего, как я вижу, для младшего самое главное – это какая-то самостоятельность, самобытийствование такое. Нет, а в отношениях с отцом? Нежелание отношений вообще как таковых. А вот я не знаю. Я вот не согласен с этим. Я не согласен. Мне кажется, все гораздо сложнее. Гораздо сложнее, потому что вот я вспоминаю традицию, которая широко распространена в Западной Европе, в Америке, когда после окончания школы родители дают пинка своим детям, чтобы год, а то и больше, они могли самостоятельно пожить вне родительского дома, вне родительских правил. Вот полная свобода абсолютная для того, чтобы они поняли, кто они такие есть. Называется даже специально есть такое понятие gap year. Я это почему-то очень хорошо понимаю, потому что я, когда закончил школу... Тебе дали пинка сразу. Я делал абсолютно вот в этой логике. Потому, что закончил школу с медалью, я был единственным из всех выпускников, кто никуда даже не пытался поступать. Который пошел работать на обувную фабрику. Мне дали пинка сразу, да. И я очень благодарен, потому что вот за эти два года, пока у меня был этот период, очень сильно много чего в жизни поменялось. Поэтому я не могу сказать, что уход младшего сына от отца – это своевродный разрыв отношений. Мне как-то не ложится. Я с тобой хочу поспорить. Почему? Потому, что дай мне все, что мне причитается. Вот эта вот история очень важна. Дай просто мы с тобой завершаем наши взаимоотношения. Это твое толкование. Нет, я понимаю, там было твое. Там могут быть разные толкования. Мне кажется, что вот это как раз указывает на то, что он не хочет никаких иметь отношений вообще. Просто отдай мне все, что причитается, и я пошел. Все, до свидания. Ну, не знаю. Ты как думаешь? Я вот как-то понимаю, о чем хочет отец Павел сказать. Мне симпатична его точка зрения. Потому, что мне кажется, это в принципе, если говорить об отношениях Бога и человека, здесь иллюстрирует Господь какой-то естественный жизненный цикл, который проделает в любом случае взросление всякий человек. Более того, вы же знаете, что у святых отцов есть такая идея интересная, что человеческой истории суждено было быть. Потому, что Адам знал все с Евой. Они не знали одного, кто не есть без Бога. И Господь дал им шанс узнать, кто не есть без Бога. И в принципе, мы продолжаем вот эту же парадигму. Мы тоже в течение своей жизни познаем, кто мы есть без Бога. И в этом смысле история младшего сына – это естественная до боли история. То есть, это нормально. Вообще, это норма. А история старшего сына – это то, что может быть или могло бы быть, если человек... Ну, не познает, кто он есть без Бога. То есть, человек обречен на что-то ненормальное. Законическую правильность. Да, но я бы, конечно, не продолжал. Вы знаете, я бы вот такую строгую логику эту не продолжал. Но именно здесь, мне кажется, если мыслить это в рамках вообще истории о ком, это история именно о младшем сыне, которому суждено уйти и познать, что дом это лучше, с Богом это лучше. И поэтому, да, отец Павел... Такого про другое говорил. Нет, нет, я именно про это и говорил. Да, я вот так, я уловил именно эту идею. Что, понимаете, взросление и уход из родительского дома – это еще вовсе не означает вражды. Я еще раз хочу сказать. Во-первых, если бы была вражда, он бы не ушел в шагу. Он же сказал... Ну, да, ну извините, а на что ему жить? Мы делали акцент... То есть, я делаю акцент на том, что он попросил расчета. И ты сказал слово «вражда», я его не употреблял, это слово. Хорошо. Давайте по-другому поставим. Вот человек хочет уйти из своего дома. Возникает вопрос. На какие шиши он дальше будет существовать? Для того, чтобы решить проблему, он должен либо взять у отца деньги и сказать «папа, я вот ухожу, но будь добрый, меня обеспечит». Либо он говорит «папа, по закону ты все равно вот эта часть имени, она мне полагается. Давай ты мне ее сейчас дашь?» И ты мне не должен ничего больше. Это тут что-нибудь неизвестно, где больше любить-то вообще-то. Да, и кроме того, мы же должны понимать, что это все-таки литературный образ. И поэтому Христос использует какие-то типичные модели поведения. Местотипичные модели. Он хочет просто... Нет, ну типичную в данной ситуации. Он хочет показать, что разрыв человека с Богом достигает такой глубины, что человек просто в наглую Богом пренебрегает. То есть, он дает ему пощечину. Потому, что вот как Владыка сказал, что когда сын просит имение, он говорит «папа, быстрее бы ты умер» или «давай притворимся, что ты умер». Потому, что вообще по закону, помните, он должен был остаться и упокоить старость родителей. Младший сын именно, а не старший. Старший уходит, младший остается и упокаивает жизнь родителя. А он как бы говорит «я устал ждать, да и старший еще при тебе, еще сколько я буду ждать». Ну, то есть, это такой плевок. То есть, это наглость в крайней степени. И разрыв человека с Богом происходит именно в таком контексте, в такой ситуации очень часто. И несмотря на это, Бог это допускает как естественный цикл. То есть, это вообще нормально с точки зрения Бога. Это ожидаемо. Потому, что помните, у Лоскова, по-моему, есть такая идея, что когда Бог творит человека, он идет на страшный риск. Он творит второго Бога, по сути. То есть, такую свободу, в которую он вообще вторгаться не может. А свобода всегда подразумевает, что тебе, извините, в лицо плюнут. И отвернутся от тебя. Могут плюнуть. Могут плюнуть, конечно. Но человеку, видимо, суждено было пройти этот путь. И Богу вместе с человеком суждено было пройти этот путь. И в этом смысле эта притча, конечно, уход сына младшего. Она типичная. И она обрастает какими-то типичными атрибутами. Простите. Я бы вернулся к своему вопросу. Действительно, даже уже сейчас видно по этим ответам, что есть человек, который через трагедию, через кризис, через боль, но все равно выстроил живые и реальные отношения с Богом. А есть тот, кто вел себя правильно, но кто отца не узнал, и отец его, по большому счету, не знал. Потому, что она ему говорит, почему-то не радуешься. То есть, у них живых отношений не было. Формально все было правильно, красиво, а живых отношений не было. И мне кажется, это две главных парадигмы. Вот есть люди, которые... Они все готовы делать, но живой Бог им не интересен. А почему? Есть люди, которые и падают... Вопрос такой, обязан ли человек отвернуться от Бога, чтобы познать его, или же он может всегда вроде бы как оставаться с Богом и при этом познавать его. То есть, вот так вопрос звучит, наверное, да? Ну, я бы даже немножко по-другому сформулировал. А почему вот это безукоризненное поведение старшего сына, оно оказалось таким непродуктивным в отношениях? Да было ли оно безукоризненным? Или просто он хотел меньшими потерями достичь того же, и уже обладать наследством в полной мере? Просто, ну, как бы чистыми руки оставить, меньше проблем иметь? А может, тут дело вообще в другом? Тут как раз такие... Мы смотрим на старшего сына из перспективы... Как бы вот он сам по себе. А если на него смотреть из перспективы того, что как-то очень хорошо отметил, что он вообще-то знал, что происходит с младшим сыном, и ему было жизненно необходимо быть чистым об младшего, об эту грязь, об эту скверну, об эту безнадежность, об эту порочность младшего, он ощущал себя полновластным. И более того, что отец, он уже как бы в ловушке. У него вариантов нет. Да, он теперь один. Это лузер, все, от него уже ждать нечего. А на фоне этого лузера ты фактически уже обладаешь. Кстати, вот тут еще вопрос интересный. Когда сын говорит, ты мне не дал никогда там с друзьями... То есть, это предполагает, что сын просил? Или это предполагает, что ты не проявлял инициативу? Вот к нему ты проявил инициативу, хотя он плохой, и ты сам его решил накормить и сделать пир, а ко мне ты даже не проявлял инициативы. То есть, здесь он его упрекает в жадности или в том, что ты мне не открывался как отец, хотя я всю жизнь старался быть хорошим сыном? Вы столько накидали вопросов интересных, так хорошо поговорили. Разгрыбайся. Но мне бы хотелось, отец Стефан, вернуться к тому тезису, вопросу, который ты вначале озвучил по поводу путей, если угодно, познания. Потому что, да, мы видим один, который оступается сильно, скажем так, согрешает, и он, получается, у него есть вот это личное взаимоотношение, понимание, да, своего места вообще. А есть другой человек, который старается быть правильным, и у него этого не получается. И на первый взгляд кажется, будто бы первый путь, он, несмотря на всю его неказистость, он, ну, более надёжный, что ли, если угодно. Но мне думается, что я, конечно, да, я понимаю, что есть… Вот мне лично, мне лично как человеку, да, я немножко опасаюсь тех христиан, которые вот имеют идеальную биографию, вот, без каких-то таких, если угодно, падений, отпадений, скитаний и так далее. Потому что мне думается, что у них именно вот такой законческий взгляд на мир. Но в то же время мы видим из вот апостолов, там разные люди были, были те, кто переживал падение, ну, апостол Пётр или там апостол Павел, который вообще, так сказать, там тоже безобразничал. И были те люди, ну, вроде там апостола Иоанна Богослова, которые не переживали вот этих моментов на своей жизни. Как не переживали. Но они не были никогда в роли этого младшего сына. Если Пётр был, условно, ну, я сейчас условно говорю, да, и Павел был, то Иоанн Богослов как будто бы не был. Как Иоанн Богослов был, например, на суде, он же как друг, как связанный с предосвященником, прошёл туда, Петра спросили, он отрёкся, а Иоанн просто не стал вмешиваться. Но тем не менее акцент делается на Петре. Делается, не спорю, конечно. И не было разговора с остальными апостолами на тему их восстановления в апостольстве. Они как будто бы не теряли свой статус апостольский. Да, да, весь согласен. И мне думается, что здесь нельзя вот так вот провести границу. Что если у тебя был такой опыт, опыт, такие приключения, то всё ок. Может быть, не ок. Можно не вернуться. Ну, конечно, нужно абсолютно. И в то же время, если у тебя не было его, то ты тоже как будто об этом отлучён. Мне думается, что вопрос так ставить, в принципе, нельзя вообще. Нет, нет, нельзя, конечно. Я не имел этого в виду. Просто у меня когда-то возник вопрос, почему сыновей два? Вот это просто так их два? Или действительно... Кстати, а что произошло бы, если бы не было в этой притче старшего сына? Действительно, очень интересно. Представим себе эту притчу без старшего сына. Она что-то теряет принципиально важное? Я думаю, она теряет. А что? Ну, это смотря, опять же, как понимать, что такое уход младшего сына. Вот я понял, о чём Владыка сказал сейчас, но мне кажется, вот это немножко такой внешний подход, грубо говоря. Мы делим всех людей на тех, кто реально согрешил, и тех, кто был со Христом и не грешил. А мне кажется, здесь всё-таки речь идёт... Её более экзистенциально нужно понимать. Всё-таки история младшего сына – это история человека, который познал, кто он есть без Бога. А мы можем это сказать и об анонимбогослове, и о любом праведнике, который в чистоте жил, потому что он очень остро ощущал свою беспомощность перед этой жизнью, и что только Бог может его вытянуть из этой дыры. А вот как раз-таки история старшего сына – это история человека, который, в принципе, считает себя самодостаточным и без Бога. Ему нормально вообще. И он даже требовать будет у Бога что-то. То есть, падшие… То есть, проблемы были и у тех, и у других, но один понял и открыл для себя, а другой не понял и не открыл. Это не история внешняя, это история внутренняя. Это не история про праведника и грешника. Скажем, про человека, который к Богу пришёл через познание того, кто он без Бога, и человека, который не нашёл этот путь, потому что он не познал, кто он есть без Бога, ему и так хорошо. Это то же самое, как притча, помните, о званных на пир. Одни говорили, я волов там купил, я жену паял, я поле купил. Им и так нормально. Бог их зовёт вроде, они как старшие братья вот эти. Они говорят, слушай, ну и так нормально нам. У нас есть реальные свои дела. Нам хорошо. А приходят только нищие, убоги храмы, т.е. те, кто какую-то дыру чувствует внутри. Хотя не обязательно это люди, которые согрешили, упали, извините, сблудили, убили, своровали. Я вот попробую тоже порассуждать и защитить старшего сына. Мне кажется, что есть какой-то момент, что в семье, где сын ощущает себя любимым, он бы так не стал себя вести. То есть, возможно, он не ощущал любовь своего отца, и поэтому в его сердце появилась такая вот зависть. Угу. А если это так, то мысли куда нас заводят? Что получается, Бог не додает любви кому-то? Старший-то в чём проблема? Он получает любовь отца, но он настолько зациклен на себе, настолько эгоцентрик, что он не может открыться. И вроде любовь отца как бы она ему дана, он говорит, я всё тебе даю. А он говорит... Всё моё своё. Закрылся в ракушечку. Нет, меня всегда удивляло, почему отец не остановил эту тему. Я всегда спрашивал себя, смог бы я, даже пусть не в достойной части имения, а вот какое-то рискованное предприятие, очень рискованная какая-то ситуация, в которой ребёнок твой говорит вообще вот всё, как ты говоришь. Давай посчитаем, что тебя нет. Ни твоего авторитета, ни твоего мнения. Я вот хочу сделать так, вот я всё время спрашивал себя, готов был бы я так сделать. Для меня это стало своего рода, наверное, важной тоже, поворотной точкой, что, наверное, предельная любовь заключается в позволении другому быть плохим. Ну, если вы знаете, что это погубит этого человека. Вот представьте себе, что к вам приходит ребёнок и не говорит, можно там я пойду где-нибудь повеселюсь, а, например, конкретно совершенно, можно я там тяжёлый наркотик начну употреблять. Подожди, Стефан, смотри. Вот из притчи. Не выходите из пространства. Притчи. Ведь он говорил, что мы были уверены... Мы должны радоваться тому, что он был мёртв и ожил. Да, конечно. То есть, для них он реально погиб. Он реально погиб. Это не какое-то гипотетическое представление о том, что... Тем более, извини, у меня тогда интернета не было, смартфонов и средств навигации и всего прочего. Да. То есть, реальный отец вряд ли бы так поступил, отец Павел, наверное, хочешь сказать, да? То есть, в реальной жизни человек-отец вряд ли бы так поступил. То есть, это выше человеческих сил. То есть, можно ли сказать, что это не педагогичный поступок со стороны отца? Что он не выставил личные границы и потерял свой авторитет? Потому что, если каждый раз отец будет прощать подобную выходку, получается, что отец может простить всё, что угодно. И, ну, с моём понимания, авторитет отца падает. Как это можно соотнести со психологией и современном обществе? Суперпедагогичный, но и супертравматичный. То есть, это действительно высшая педагогика какая-то, но травмирует самого себя, как меня, как отца моего ребёнка. Он очень сильный. Это жертва. Это жертва. Это жертва авторитетом родительским. Это жертва... Своими чувствами. Своими чувствами. Это жертва вообще позиций в обществе. Да. То есть, в каком-то смысле отпуская младшего сына на все четыре стороны, отец сам себя приносит. Это жертва. Это жертва сыном. Отец жертвует своими представлениями о сыне, своими планами на него, своими мечтами. Хорошо. А давай представим себе, что младший сын пришёл, а отец ему говорит... Чего? Ну да. А ну на место иди, Валов. Работай. И вся логика ветхозаветная предполагала, что надо сделать именно так. Да. Вся законная логика предполагала, что отец не просто может отпускать, может не отпускать. Что он ответственен за нравственное состояние сына. Дальше что? Дальше что было бы? Кстати, отец Павел... Отцы и владыка, прошу прощения, классная мысль. Смотрите, мы же говорим о Боге, а тогда мы должны мыслить в пределе. Т.е. Бог или он должен максимально отпустить, или максимально контролировать. Вот так вот. Причём контролировать не только действия, но и самые мельчайшие помыслы. И превратить, в принципе, весь мир в концлагерь. Ну да. Конечно. Чуть-чуть не может быть. Или я немножко контролирую, чуть-чуть отпускаю. Он или так, или так, или он максимально отпускает. Что ты его ограничиваешь? Ну... Где-то контролирую, а где-то отпускаю. Это тоже ограничение. Где-то контролирую, а где-то отпускаю. Вот голос за кадром уже два раза один и тот же вопрос озвучил. Можно ли считать действия отца не педагогичными по отношению к младшему сыну? Я, конечно, ноль в педагогике. Я, конечно же, не способен мыслить как отец. Ой-ой-ой. Ну, у меня же нет детей. Это сеанс самоощрежения. Браво. Хлопаем. У меня объективно нет детей. Но я могу мыслить как сын. Потому что у меня есть родители, у меня есть отец и так далее. Вот. Я скажу, что в отношении меня самого родители во время ОНА, когда было необходимо, поступали точно так же, как отец из притчи. Какие последствия были? Ну, вот. Вот сижу здесь в том числе. И это тоже последствия того, что… То есть, не пытались всё контролировать. Вообще ничего не контролировать. Да-да-да. Но мне никогда не считались никакие морали, ничего подобного не было. Но ты знал, что они переживают. Безусловно. И это никоим образом не сказалось, как голос за кадром это озвучивал несколько раз, на авторитете отца или матери. Нет. Абсолютно нет. Я бы хотел тоже подчеркнуть, что вы спросили, не лишает ли это отца авторитета. На мой взгляд, совершенно не лишает. Потому, что ты видишь уважение к твоему пути, к твоей позиции, готовность как-то поддержать, если что, готовность простить, обнять. Но вот мой опыт… Я ставлю себя… Я сейчас попробовал себя поставить на место сына. Для меня это никак не… И даже подумать о моих отношениях с моим отцом, его готовность… Вот у меня отец готов был отпускать всегда, а мать старалась контролировать. И надо сказать, что у меня одинаково есть тёплые отношения и к тому, и к другому, но авторитет отца от того, что он меньше контролировал, не становился меньше ни в коем случае. Но здесь другой вопрос возникает. А можем ли мы сказать, что божественные поступки… Что мы всегда можем ставить Бога себе в пример и говорить, вот как Бог поступает, мы тоже всегда можем брать Его в качестве примера. По отношению к детям? Да. Да. Хотя бы даже по отношению к детям. А отец и Владыка вспоминали отцов своих. Вот я своего вспоминаю, в какой-то период моей жизни отец был просто бессилен. Ну, просто бессилен. То есть, ну, были какие-то скандалы… Это когда ты активно боксом занимался, да? Ну, в общем, когда я активно занимался чем-то. Не помню, видимо… Были времена. Ну, да. Сбил с мысли, Владыка. Ну, как так? Ну, я просто представляю, ты занимаешься дурцом. Да. Ну, просто он бессилен был. Ну, как любой адекватный человек, он понимал, что это приводит в какой-то тупик. И мне кажется, даже любой, ну, извините, неадекватный отец, он в какой-то момент приходит в тупик, у него руки отпускаются, потому что дитя бунтует настолько, что ну, дальше это… Чем ты сильнее оказываешь на него давление, тем больше повышается уровень этого бунта. Можем ли сказать, что отец опустил руки? Нет. Понятно, что он отказался воевать, он молился, он переживал, он поддерживал всячески, но он старался не обострять. Я не про отца, я про отца из притчи, ты сказал, что твой отец опустил руки в какой-то момент. Ну, опустил руки в как? Ну, понятно, что бесполезно ребенку, подростку, который бунтует, что-то доказывать, тем более, ну, есть такие дети с характером, да, это только обострит ситуацию и к разрыву полному приведет. И единственное, что есть у родителя, это дать ему свободу, молиться за него, переживать и быть рядом и, возможно, оставаться просто хорошим другом, всегда ждать, что ребенок вернется. И, видимо, то же самое в притче о блудном сыне говорится. Просто отец из притчи, он как бы мудрый по определению, и он изначально, видимо, конфликта не устраивает. То есть, он изначально понимает, чем эта история закончится. Он знает своего ребенка, что у него вздорный характер, и он должен пожить сам, попробовать, вкусить то, чего он хочет. Как, собственно, Адам и Ева. Вот они захотели, но как их остановить? Это изнутри идет. Нельзя остановить. Потому, что тайна личной свободы. Да. Или ты ломаешь человека, или ты его в кандалы, или ты даешь... И он все равно останется при своем, потому, что ты не можешь изменить его сознание. Нужно попробовать на своем опыте переварить, пропустить через себя. То есть, вот это нища почувствовать до конца свое, опуститься, и потом оттолкнуться от него, чтобы вернуться обратно. Поэтому, в каком-то смысле, ну, это вот тот самый риск, на который идет Бог, когда творит человека, свободного человека. Стабильности. Здесь вот интересно, кстати, что сын возвращается, не ища никакой глубины в отношении с отцом. Ничего не ища. Просто есть нечего. Да. Слушайте, вот для меня тоже какой-то важный момент, что настоящее покаяние, оно обязательно должно быть сопряжено с жертвой. Со стороны того, кто это покаяние приносит. То есть, если жертвы нет, то покаяния тоже нет. И с действием. А какая здесь жертва? Ну, как? Жертва – это готовность существенно понизить уровень своей жизни, своих отношений с отцом, социальный статус, все остальное. Но... Он не допускал возможности их возвращения сомневаться. Наглости у него не было столько. Все-таки действительно настоящее покаяние было. Раз уж отец Павел сказал про покаяние, то меня беспокоит вопрос в связи с этой притчей, постоянно такой, а он точно там каялся потом или просто кушать захотел? Нет, нет, стоп, стоп, подожди. Пришед в себя. Вот это пришед в себя, мне кажется, это... Да, шед в себя в каком смысле и так далее. А он просто протрезвел. Он... У него восстановилась связь с самим собой, подлинным, настоящим. Он понял, слушай, что ты думаешь? Сына своего отца. Что я сделал? Сына своего отца. Он снова увидел себя сыном отца. Примем такой ответ, ладно, уговорим. Сильно, сильно. Нет, ты не считаешь так? Я подумаю еще, вы пока обесседуйте. Знаете, на самом деле, когда старший сын говорит отцу, твой сын, вот этот, который там прогулял эти деньги, живя блудно, видно, что он тоже хотел бы так жить. Он просто не позволяет себе опуститься, может быть, в своей такой ложной праведности. Или ему страшно. Или ему страшно, или он хочет такой ханжа, который хочет остаться чистеньким. Если он переживал за младшего брата, он должен был идти и спасать его туда сам. А он наблюдал со стороны, и поэтому я не думаю, что... Причем еще оболгал, он просто с блудницами, а в притче не говорится, что он с блудницами. То есть, он его еще и клевещет на него. Ну, там, слушайте, распутно. Что значит, живя распутно? Ну, все понятно. Нет, отец Саван, подожди-ка. Не очень мне ложится эта тема. Почему? Потому что если отец так не поступил, если отец не бросился вслед за младшим сыном, то какое право было у старшего сына поступать иначе? А вы в отношениях с родственниками всегда на права, что ли, ориентируетесь? Ну, представьте, ваш брат погибает, а отец, допустим, у него свой выбор. Слушай, ну, дорогой, это отец. Ну, хорошо. Слушайте, а не кажется ли вам, что все-таки мы как-то сейчас историю препарируем и пытаемся сказать, как бы было на самом деле? Это же просто история. То есть, здесь есть замысел уже какой-то. Да, я согласен. Согласен. То есть, как-то мы слишком… Что было бы, если это прижимый касается, мне кажется? Знаете, мне думается, что вот я с отцом Дмитрием полностью согласен, потому что когда мы начинаем надумывать, что-то накручивать… У нас кто-то не нуждает голос за кадром. Ну, пускай голос тоже послушать, у него уши есть, почему так делать нельзя. Потому что когда мы начинаем так вот делать, а что было бы, а если вот это, а если так, а если так, почему не пошёл, то мы в некий конфликт попадаем с иными евангельскими местами. Например, с тем, когда Господь называет себя пастрем добрым и о том, как он заботится об овцах. И тут возникает вопрос, а для чего пастырь, пастух заботится об овцах? Чтобы их потом сожрать. Или стричь, или есть, или как-то так. То есть, это не ради долгой счастливой жизни этих овец. Есть некая такая цель. Но мы не можем этот образ продлить дальше, чем… То есть, образ – это образ. Образ – это образ. Его нельзя продлить дальше. Потому что дальше получается кощунство. Так и здесь. Мы можем нечаянно прийти к какому-то совершенно… Хорошо. Такой технологичный слишком подход какой-то. Есть в этой притче о блудном сыне параллель с пастырем, который идёт искать овцу. Можем мы совместить и сказать, что всё-таки есть здесь вот пазы, которые могут совпасть, соединиться. Давайте посидим, помолчим, подумаем. Но мне кажется, нет. А мне кажется, что есть. Давай. Мне кажется, что есть. Это момент движения со стороны отца. Я думал, есть, безусловно. Победили. Со стороны отца. Да. Со стороны отца. Когда он только увидел, где-то там вдалеке идёт этот сын, он же не даёт ему ничего сказать. Он же бросается ему на шею. То есть, он же… На самом деле, он ведь не знает, с чем он пришёл. Да. Может, он пришёл с проклятием. Даже ещё сначала, я ещё раньше начал, что он, видимо, высматривала его. Мне всегда казалось, никак текстуально не обоснованно, что отец его ждёт и посматривает. Не идёт, не идёт, идёт, не идёт. То есть, это как раз пастырь, который не берёт овцу, не связывает её, не говорит, хочешь, не хочешь, на плечи и пошли. Но он всё равно следит, смотрит и переживает. Ну, почему же тогда… Прости, вы тут все сговорились. Заодно я против вас один… Нет, просто я дополню, от Стефана Владыка, благословите. Подожди, пока я не забыл. Ты знаешь, вы так всё увлекательно говорите. Как быть с этой одной овцой, которую пастырь оставляет 99, и за одной ходит по каким-то горным расщелинам, ищет её? То есть, он предпринимает какое-то действие, не просто высматривает, нет, то есть, пасёт 99 и высматривает, и не видно нигде эти овечки. Он идёт и ищет ножками. Это, как это называется, дистанция. Но для Бога дистанция, ему не обязательно ходить куда-то, это же тоже образ. Почему… Нет, хорошо, там же тоже образ Бога. Тот пастрый с овцами. Да, конечно. Но там Бог ходит. У пастры – это он. Владыка, ну там есть тоже, если уж так буквально, параллели необходимые. Хорошо, там говорится, что отец, он побежал и бросился на шею. Где он был раньше? И интересно то, что побежал, он в длинных одеждах ходили в Палестине, и как побежал? Нужно было задрать одежду подол и побежать обнажить ноги. Опять же, по представлениям того времени, но это было позорно. Мужчине в возрасте бежать, как мальчишка, навстречу блудному ребёнку. И там говорится, что… Что он тебя позорил. Да, позорил. То есть, он сам позорит себя ради вот этого позорника. И там ещё говорится интересно, что он не просто поцеловал его. Он обсыпал лицо его поцелуями. То есть, целовал, 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 как самого ненаглядного, верного ребёнка. А почему до этого не пошёл в смысле? Вот этот вопрос. Почему он не искал? Мне кажется, что любой поэтический образ, а любая притча – это поэтический образ, она должна отражать какую-то идею в каких-то своих основных деталях. И в притче о добром пастыре, и в притче о блудном сыне мы видим, на мой взгляд, одни и те же идеи. Движение. 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 Какие-то центральные идеи. Что Бог готов принять человека. Он даже ищет человека. Просто притча о потерянной овце конкретизирует поиск Богом человека. Вот притча о блудном сыне больше сосредоточена на возвращении человека к Богу. Но вот вы говорите, что отец не знал, с чем идёт сын. И вот интересно то, что говорит отец Дмитрий, что отец бросается и делает определённое движение навстречу сам. То есть, он предлагает сыну определённый формат отношений вне зависимости от того, с каким форматом идёт сын. Он буквально прямо сразу говорит – вот как я готов к тебе относиться. Мне кажется, это тоже очень важно, что Бог со своей стороны... Мне неинтересно, какой ты пришёл. На каком ты мне побывал. Да. Мне важно, что ты пришёл. Спасибо. Волкование читал батюшки одного такого православного интересного. Он говорит, что сын-то ел рожки со свиньями, и он вонял свининой. Когда пришёл домой. То есть, он вонючий, грязный. А представьте, что для иудея вообще правоверного... Кстати, тот, кто пасёт свиней, да, обычно... Так он не только пас, он жил с ними, спал с ними, из корыта одного ел с ними. То есть, вообще опустился человек ниже некуда. Потому, что... Ну, вы помните, для иудеев, собственно, есть свинину, но это вообще... Ну, и ещё по поводу того, что отец готов принять. Взяв одежды, бежать и тоже как-то позориться. Прямо по апостолу Павлу, когда он говорит, что он захотел быть подобным, как братья. В их таком падшем состоянии. И буквально снизошёл до них. То есть, фактически то же самое. Я помню, читал одну историю. Девочка одна жила... Это было где-то на Западе, по-моему. В то время были репрозории, были такие закрытые территории, на которых врач и его семья жили с прокажёнными. Потому, что считалось, что нельзя прокажённым просто везде ходить. И девочка однажды сидела на лавочке и читала книгу. И она увидела, как люди подъехали на машине, подошли к решётке и стали её разглядывать, думая, что она прокажённая. И она говорит, я почувствовала себя, как будто я зверёк в зоопарке. И я почувствовала себя на месте прокажённого. И она говорит, у них была особая походка, руки, ноги они по-особенному ставили. И она говорит, я сделала так, как они, и пошла на этих людей, закричала. Потому, что я просто поняла, что значит... Вот я встала рядом с прокажёнными. И дальше она говорит, вот Христос так поступил. Он не со стороны кого-то лечил, он пришёл и стал как прокажённым. Он не был прокажённым, он стал как прокажённым. Умоление Христа, да? Умоление отца. Да, отец в притче то же самое делает. Он бежит, он не смотрит, как на него кто отреагирует. Стефан, ты говоришь, что Христос стал как человек, да? Нет, что Христос стал подобен нам во всём, кроме греха. Конечно, человек. Прости, прости, я просто испугался. Ну да, то есть, образ отца – это образ Христового умоления, кеносис вот это. Это умоление, истощание становится как... Унижается до крайней степени. Я вот когда первый раз прочитал эту притчу, ещё не ходил в церковь, и первое ощущение у меня было, получается, что можно в любой момент всё, что угодно делать, грешить, потом придёшь, и тебя Бог всё равно простит. Судя по вот этой притче, первое впечатление вроде бы такое. Да, а то прийти надо. Ну, Бог-то простит, только Он может не дать этого духа покаяния, который вот отец Павел... То есть, тут важный момент именно в покаянии. Отец Павел делал с самого начала акцент на этих словах, что пришёл в себя. Вот можно не прийти в себя. Вот это вот пришёл в себя, оно такое очень неуловимое, непонятно, от чего зависит. Да, это очень интересная тема, слушайте. Это же вопрос... Вот смотрите, люди, да, они же доходят действительно до дна какого-то, ну, социального дна. Вот люди сидят, допустим, на площади трёх вокзалов. Да? Ну, то есть, там антисоциальный элемент такой. Вот мы можем сказать, что они вот ещё немножко и придут в себя. Можем, конечно. А могут и не прийти, а могут и не прийти. Гарантировать нельзя. И вот смотрите, человек, допустим, респектабельный человек, там, на Бентли или на чём он, да? Ведь и там же человек может ощутить себя просто, ощутить себя вот беспомощным, как блудный сын, и прийти. Да, легко. Вот, то есть, опять же, вот эта идея прихождения в себя, вот идея блудного сына, это не внешняя картинка. Это именно речь о внутреннем каком-то перевороте, да? Когда человек ощутил себя беспомощным, какую-то личную деталью без Бога. Мы можем сказать, что старший не пришёл в себя? По крайней мере, в самой притче нету. Да, он не пришёл в себя. Но здесь же, помните, да, остаётся за рамками. Мы сами должны решить, как он придёт к себе, не придёт, потому что притча и нам обращена, а к нам обращена. А я вот сейчас ещё больше заострю. А есть ли старшему куда приходить? В том смысле, он есть ли как субъект, как сформировавшаяся личность, как тот, кто о себе может сказать, что аз есмь. Так вот, личность и формируется через отдельность, да? Через опыт отделённости. Когда ты можешь другому... А может быть, речь идёт о том, что старший брат, он только начинает путь младшего брата. Да. Только в другом смысле, да? Ему не надо уходить никуда далеко. Он может провалиться в себе сейчас, вот почувствовать это одиночество, куда вот это его гордыня, эгоизм загнали. И тогда опять же перед ним выбор, вернуться или не вернуться. И в этом смысле опять же образ старшего брата это тоже к нам. Потому, что насколько мы почувствовали себя без Бога вообще. Что мы лишняя деталь какая-то. То есть, на самом деле нет никаких двух разных путей. Путь греха и путь праведности. Есть только один путь покаяния. Да. Который всё равно идёт хоть младший, хоть старший сын. Потому, что старший сын, ему же тоже надо что-то делать со всей той информацией, со всеми теми вводными, которые он в этой ситуации получил. Я не думаю, что ему было очень самому приятно увидеть свою собственную реакцию на то, что происходит. Да, от отца такое услышать. То есть, путь просто старший в начале пути, младший в конце пути. То есть, это один и тот же человек, только в двух разных модусах, скажем так. И каждый из нас находится в своей жизни то в одном образе, то в другом. То есть, в любом случае не может быть никакого линейного прогресса в духовной жизни в отношениях с Богом. Это всё равно подъём-спад, подъём-спад, подъём-спад. Да. Но есть же, наверное, всё-таки и какие-то ключевые точки. Вот апостол Павел, помните? Вот у него же точка жирная была в жизни. Когда действительно он блуждал-блуждал, бах, вот это познание своей немощи, когда его ведут к слепым. Как блуждал. Он не блуждал, он был абсолютно самоуверен. Нет. Как старший сын он был самоуверен. А потом раз явление Христа, и его как нищего коллегу убогого, беспомощного абсолютно ведут, как бы на верёвочке можно себе представить, как слепых водили, к христианам. И это тоже возвращение домой Павла. Но у нас там три дня оно длилось, грубо говоря. Или Пётр, который отрёкся, упал. Пётр как раз как... Он не... Как сказать? В нём не было такой самоуверенности в плане позиции. Самоуверенности, верности была, но в плане позиции внутренней, что я там сейчас буду такой... Как раз таки... Да хоть умереть за тебя. Да хоть умереть. И ухать всё. Нет. Господи, поверь мне. Нет, но Пётр самоуверен. Пётр очень самоуверен. И он очень зациклен на себе всё-таки. Очень зациклен. И, кстати, в Петре это сохраняется и потом. Вот посмотрите, помните, плат три раза опускается, заколи и ешь. Да я не ем ничего нечистого, господи. Нет, это в этом плане да, согласен. То есть, он... Ну, Пётр. Потом спор с апостолом Павлом по поводу того, что можно, язычников принимать нельзя. Я имел в виду вот что. Я имел в виду, что можно ли бы сказать, что Павел, например, это образ такого старшего сына, ну, только покаявшегося в итоге. А есть ли кто-то в Писании рядом с Христом как образ младшего сына? Ну, как Закхей тот же самый. То есть, вот человек, который... Нет, я просто хотел сказать о чём. Я хотел сказать... Вот отец Павел сказал, что это как вот верх-низ, верх-вниз. Вся жизнь действительно можно расписать. Я просто хотел сказать о том, что иногда бывают какие-то очень знаковые вершины и очень знаковые низины. И вот в случае с апостолом Павлом, по крайней мере, из Писания, да, ну, на мой взгляд, вот эта вот знаковая низина или вершина, возвращение, это вот его слепота и резкое обращение ко Христу. Точно так же, как в случае Петра, можно сказать, ну, наверное, это вот именно отречение от Христа. В случае Иуды, да, тоже было своё дно, из которого он не выбрался, кстати. Да, кстати, вот вопрос, вы задали вопрос, можно ли вот так приходить и уходить. Иуда ушёл и не пришёл. Да, то есть, он тоже, он блудный сын, он ушёл, но вернуться он не смог. А Господь простил за это Иуду? Готов был простить. И Иуда сам себя не простил и не смог открыться Богу, и следовательно вот и умер в таком состоянии. Златоуст говорит, что Иуда сам себя не просил, а его совесть его просто съела. А Господь простил? Господь простил всех. Изначально он за всех умер на кресте. Просто дело-то не в том, что Бог простил, дело в том, может этот человек принять прощение или не может открыться. Вы слово «простил» воспринимаете очень по-человечески, имея в виду, что Господь сначала обиделся, разгневался, а потом перестал гневаться и обижаться. Христос не обижался на Иуду. А вдруг целование или передаешь сына человеческого – это не обидчивые, капризные какие-то слова. Кстати, интересно, вот можно с ребенком сравнить. Вот смотрите, ребенок обиделся, он закрылся, родители к нему маленькие, ну что-то, он стоит в углу, там, видите, колючий, как ежик, он не может открыться. А родители-то его любят, они дарят любовь, ребенок принять любовь не может. И то же самое вот со старшим сыном. Он застрял в себе. Он застрял в себе, он не может выбраться, вот это вот засосало его туда, и он не может это преодолеть. Дыра, да, вот эта черная дыра. Эгоизм вот этот наш, как бы, ну, заквашенный такой замес на себе, да. А я вот хочу уточнить, да, мы вот говорим, что образ отца – это образ Бога. А можем ли это мы на себя применять, как наше родительское служение? То есть универсален ли этот кейс? Можем ли мы во всех ситуациях вести себя так же, как отец с этим блудным сыном? Или есть ситуации, когда не стоит вот брать это и на жизнь нашу распространять? Ну, если мы вспомним про Священное Писание, Владыка говорил, что есть параллельно разные места. Есть места, в которых отец, отвечающий за сына, да, обязан просто иногда сказать ему «остановись», попытаться вразумить его. И даже есть слова, по-моему, это в Ветхом Завете еще, что если ты не попытался остановить грешника, то ты разделил с ним его грех. Поэтому сказать... Почему Бог не останавливает? Иногда бывает, что... Я говорю просто, что бывает ситуации. Иногда бывает ситуации, что попытался, много раз попытался, но они не послушались, и грех с ними пришлось разделить. Это Самуил, пророк, вот так вот у него с его сыновьями получилось. Вот он тоже пострадал из-за них. Разные бывают ситуации. Я же это и хотел сказать, что ситуации бывают разные. Поэтому нельзя сказать, что мы всегда должны брать так эту... Но притча, она модель такую универсальную предлагает. То есть, там это все-таки Бог, это не человек. Это некий универсальный алгоритм, который в пределе должен быть. Мы же тут постоянно, мне кажется, мы сейчас свалились вот с того, что именно с покаяния, которое отец Павел произнес это слово, что есть один путь покаяния. Вопрос только в том, даст ли Бог дух покаяния. Этого мы не знаем. Но мы знаем, что если он дух покаяния даст, то он его и... То есть, мы сможем-то войти в его прощение. А вот можно еще поступить таким образом, тоже очень легко. Можно отказаться от этого духа. Ну, к примеру, вот Мария Египетская, можно ли сказать, что... Вернее, ее путь эталонный. Ну да, она как-то совершала грехи свои, потом она не смогла в храм войти. Было две опции. Ту, которую она выбрала, или же сказать, ну ок, и продолжить жить так, как она жила. И мы, в общем-то, убеждены, я думаю, что здесь мы спорить не станем, что у любого человека в жизни есть вот этот момент, когда Бог призывает и дает эту возможность. Но можно не обратить на него внимания, можно отказаться, можно начать упорствовать. И тогда уже, когда уже, увы, ясный критерий, понятный критерий, прощены тебе Богом эти грехи или не прощены. Это критерий таков. Если тебе грех становится отвратителен, ты вот о нем вспоминать не хочешь, физиологически не можешь к нему вернуться, значит, мы прощены. Но, как мы знаем из опыта, что это не связано, скажем так, с исповедью. Это что-то более глубокое, более... Человек должен перекваситься. Мне хотелось бы все-таки еще потрогать немножко позицию отца, потому что для меня это тоже своего рода образ родительского отношения к детям, когда отец сразу отказывается быть автором проекта под названием «Мой ребенок». Вот этот вот отказ, и я бы даже сказал еще жестче, это соглашение с тем, что ты потерпел самая крупнейшая фиаско, как отец, как родитель, как педагог. И вот отец с этого начинает, в общем-то, свои отношения с сыном, с младшим. И самое интересное, через это становится настоящим отцом, да? Да, через меня это очень сильно. То есть, ну, с одной стороны, да, мы говорили это про то, что это некая жертва, которую приносит он своему ребенку, а с другой стороны, эта жертва уравновешивается как раз той огромной верой в то, что все-таки он вернется. Вот я тоже совершенно с тобой согласен. Какое-то ни на чем не основанное убеждение в том, что отец шел на эту жертву не впустую. Он верил, что все-таки... Он верил в сына. Он в сына верил. Хотя оснований их не было для этого. А можно ли говорить о том, что, в принципе, это как некий такой акт мужества? Огромного мужества. Как вот, например, Авраам отказывается от своего ребенка, да, отказывается. Вбивает его, фактически. Да, вот как отец отказывается от своего сына, отпускает его... На погибель. Очень интересная идея. У Бога нет внуков. У Бога нет внуков. И поэтому, когда отец говорит, иди, у тебя свой Бог, такой же, как у меня, да, он признает не только, это не только о нем самом, это еще и об отношении Бога к людям. А, откуда эта фраза? У тебя такой же Бог, как у меня. Нет, это я сейчас выхожу за текст. Я выхожу за текст. В принципе, когда отец отпускает своего ребенка, он тем самым говорит о том, что не я... Отдает его Богу. Не я Бог в твоей жизни. Есть Бог. Пусть он в центре твоей жизни. Он будет рулить твоей жизнью. Я доверяю его тебе. Это акт веры в Бога на самом деле. И это взросление, потому что очень сложно... Передача. Передача, да. Очень сложно отпустить родное дитя, которое ты вскормил, выпистывал. Некоторые мамочки или папочки, до 40 лет у них мальчики их любимые. Бывает и больше. Бывает и больше, да. А тут... То есть, это не равнодушие. Это именно духовное взросление. Это мои личные отношения с Богом таким, что я в своей жизни его впустил в центр. И поэтому я и позволяю своему ребенку иметь напрямую отношение с Богом. И мой ребенок имеет право в центр своей жизни впустить Бога. И можно дальше логику продолжить. То есть, кто-то... По-моему, отец Антоний Борисов как-то вот сказал такую фразу мне замечательную, что принятие смерти, что ты смертен, да, это тоже как бы акт мужества. Но когда ты смотришь в зеркало и думаешь, я дяденька, мне 40 лет. Вот в паспорте написано. А потом тебе 50. А потом уже дети взрослые, появляются внуки. И когда человек чем ближе к смерти... Ну, стоит мужество, наверное, принять и отпустить вот эту ситуацию. Жить несмотря на смерть. Все равно жизнь продолжать. Да, что Бог в центре моей жизни, как бы он руководит. Он все равно меня спасет. Смотря в смерть. Имеется ввиду, жить все равно продолжать. То есть, мне кажется, это все в одном месте. Жить все равно продолжать. Предлагаются Павлу спросить, как там? Там это где? Ну, когда уже 50 плюс страшно. Забавно. Забавно. Ощущается приближение? Нет, для меня это вообще тема всего года. Тема смерти. Тема того, что, пожалуй, впервые в жизни я не на уровне интеллектуальном, а каким-то нутром почувствовал, что жить можно только умирая. Только об смерть ты начинаешь как-то чувствовать и жить. Ее надо прямо в центр поставить. Ее нельзя. Она всегда находилась где-то на периферии. Ее надо волевым усилием просто впустить в центр. Это как раз кое-как, знаешь, отец Дмитрий, идти на кулак. А для этого ты должен отпускать. В том числе и детей. Для этого надо быть готовым к боли. К боли. Причем не только детей, но и каких-то любимых людей. Отец Дмитрий, подожди, мне интересно. Я вот не понял, а что значит поставить ее в центр? Это как? Что надо сделать? Это научиться умирать произвольно, в первую очередь. То есть, вот то, о чем вы говорите, то, что Сан-Антони цитировал, это да, это действительно очень важно, это круто. Пусть, естественно, не порадуется, но его нету среди нас, поэтому хоть и так вот он присутствует. Но мы можем эту смерть произвольно втащить в свою собственную жизнь. То есть, все то, что не дает моей жизни, в моем понимании, разливаться во все стороны, это определенные элементы моего умиршления. На самом деле вся церковь, весь инструментарий церкви, он как раз это инструментарий смертный. Он отсекает, он ограничивает, он зажимает, он как-то не дает жить так, как хочется. И вот все то, что не дает мне жить так, как хочется, это все инструменты моего умиршления. Но умиршления чего? Смертью смерть поправ. А у... Есть такой замечательный Александр Секацкий. Вот у него сейчас читаю книгу «Жертвы и смысл». Потрясающая книга. И вот он обыгрывает эту фразу. Смертью смерть поправ. Он говорит, там надо чуть-чуть, чтобы всю глубину понять, надо последнее слово чуть-чуть подправить. Смертью смерть поправи. И вот церковь, собственно говоря, тем и занимается. Что вот этой управляемой смертью, обезопашенной смертью, смерть, в которой уже вырвано жало ее, она ей уничтожает самую смерть, именно как ту, которая уже идет в вечность. Вот для меня это сейчас, да, это прям тема, она постоянно крутится, 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 и никуда им будет не уйти. Ну да, для того, чтобы это сделать, наверное, нужно в центр жизни все-таки Бога поставить. Дмитрий, прости, пожалуйста, я бы даже еще больше сказал. Мне кажется, если эту тему переложить на притчу о блудном сыне или о любящем отце, то получается, что в общем-то отец потому и смог дождаться своего сына, что он внутри себя его предал на смерть. Похоронил. Отказался. Похоронил его, да. Похоронил его. Похоронил, но при этом не утратил веры в то, что он будет жить. То есть, это абсолютно симметричная ситуация, как Авраам поднимается на гору с Исааком, рабам говорит, что мы сейчас спустимся вдвоем, другого варианта нет, кроме как его убить, и в нем это как-то все приживается вместе. Но он верит, что Бог воскресит его, но это опять же через все равно убить. Он верит, что все равно они спустятся вдвоем. Да. И вот это уже за гранью. Вот тут что-то очень... Интересно. И все-таки Авраам и Исаак, Исаак это про образ Христа. То есть, как здесь все созвучно получается. Ну, да. Но Христос был убит. Ну, да. Понимаешь? В этом смысле как раз-таки тут тоже потрясающий же момент. Ведь с точки зрения такого толмудического иудаизма проблема жертвоприношения Авраама ведь еще в том, что Бог не принял его жертву, а Христа-то принял. Да. Там уже была заместительная жертва, да? То есть, притча о блудном сыне, она работает в две стороны, да? Вперед и назад. Мне много-много лет, даже, может быть, уже будучи священником, казалось, что старший сын – очень хороший персонаж. Да, да. Мне казалось, что в притче есть, что притча – это такой рассказ про плохого и хорошего. Да. Что, значит, вот плохой он сходил, вернулся и так на него все смотрят, ну, да, ладно, ты тоже там, значит, можешь. Мы тебя тоже любим. Такого плохого. Да, так и быть. А что старший – это вот, ну, некоторый такой… Камертон. Идеальный, да. Сын такой хороший. Чтобы подчеркнуть ненормальность младшего, он видел в рассказе. Да, 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 да. И для меня даже в какой-то момент было для самого, ну, если не потрясением, ну, с некоторым дискомфортом, да, вот я воспринял, что и старший, оказывается, и то делал, и это делал, и к отцу по-другому относился. Неужели невозможно действительно просто вот таких каких-то простых отношений без червоточины, что ли? Ну, т.е. я понимаю, ответ на этот вопрос формальный, что в мире после грехопадения невозможно, вот, но просто очень хочется, очень хочется, чтобы был какой-то чистый персонаж. Ты хочешь спросить, возможно ли праведность спасительная как таковая? Ну, вот, допустим, есть писания и примеры. Вот, допустим, есть примеры. Енох – один из любимых моих персонажей, про которого ничего не сказано, кроме вот ходил перед Богом, да, и Бог взял его. Ну, вот, чистый же писатель. Отче, вот у меня есть ответ на твой вопрос, который я для себя с большим удивлением недавно узнал, ну, прочувствовал, наверное, понял, он связан с таким феноменом, как богооставленность, которую переживают подвижники, причём только подвижники, а балдуи и лентяи и нечестивые это не проходят. Вот эта ночь души, она имеет глубочайший смысл именно потому, что любой подвиг, он в первую очередь прокачивает у нас самость, любой подвиг, то есть, любое наше усилие, любое вот то, что мы… Я сейчас ограничу себя, я вот это возьму, я сделаю доброе дело, я-я-я-я-я, в итоге это я-я-я-я, оно становится таким огромным, что его просто надо выжигать. И наступает ночь души, ночь бездействия, когда человек ничего не может, ни молиться, ни хотеть молиться, ни делать, абсолютно ничего. И как там Исаак Сирин прекрасно пишет, что если это наступило, делай то-то-то-то, если это не работает, завернись в мантию и спи, и спи. Вот это прямо всё, полная пассивность. То есть, тебя вырубили, вот этот большой рубильник шпук, и всё отключили, ничего тебе нет, тебя уже нет, тебя уничтожили. И вот очень интересно, что человек, который это воспринимает как депрессию, он хочет вернуться в предыдущее состояние, когда он чувствует, когда он хочет, когда ему интересно жить. Хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь, да. Хоть боль. Подвижник, он хочет, простите меня, в этом умереть. Как личность. И вот дальше там один из исследователей пишет, что фактически мы подходим к моменту, когда происходит, появляется тождественность между Богом и этим человеком. Потому, что между ними уже вот этот эгоизм, эта самость, она перестаёт быть таким вот буфером, она перестаёт мешать, она перестаёт заслонять Бога. То есть, субъектность остаётся, то есть, человек, он остаётся человеком. А вот парадоксально его, то, что мы называем индивидуальность... Противопоставленности какой-то. Да. Вот это самость. Самость. Очень хорошее. Самое лучшее слово. Самость, она исчезает. И он уже туда не возвращается. То есть, он уже живёт в таком состоянии, когда всё, что хочет Бог, это его уже хотение, это его желание. Он уже не растождествляет себя с отцом. Отец Павел, и вот хорошая просто, мне кажется, иллюстрация твоим словам будет, это книга Иова. Да. Помнишь в конце? То есть, Иов, он же добродетелен. Он супердобродетелен, и он надеется на свою добродетельность. И огрёб по полной. Да. И как раз-таки он проходит через вот эту свою ночь души, где он буквально борется с Богом. То есть, он не понимает, что происходит, потому что по логике он не должен страдать. Он же добродетель, он прокачан на все сто. И потом, что он говорит после... Когда он Бога лицом к лицу видит. То есть, там, помнишь, три главы, которые посвящены Богу, задаёт ему вопросы, и по сути речь идёт о том, что он выходит из себя. Это экстаз некий такой, преодоление самости как раз-таки. И он в конце говорит, раньше я... Только слышал о тебе. Слышал о тебе, а теперь я увидел тебя. То есть, раньше я только из книг знал о тебе, от священников, не знаю, от друзей своих, что-то от традиций знал. А теперь я знаю тебя лично, вот именно погрузившись в этот мрак, когда вся моя хорошесть рухнула, когда я вышел из себя... И ничего от неё не осталось вообще. Вообще ничего не осталось от неё, да. То есть, вот это и есть, кстати, вот это дно на самом деле. Это же есть человеческое дно. Об этом идёт речь. Когда я больше не могу оставаться тем, кем я был вчера. Если я завтра буду таким, мне не жить просто. Потому что уже сформировалось что-то внутри. Ну, такой потенциал какой-то, да, что дальше оставаться самим собой уже нет возможности. То есть, получается, что на дно можно сходить двумя путями, да, отец Павел? Хоть ты и сказал, что лентяи, раздолбаи и прочие нехорошие люди не проходят через состояние богооставленности, это понятно. Но получается, что можно путём греха оказаться на дне. А все мы идём путём греха на самом деле. Я сейчас имею в виду путём уклонения от праведности такого русского. А можно путём подвижничества. Так что получается? Точно так же, как можно развить свою самость до высочайших пределов как путём греха, так и путём подвижничества. Замечательно. Ну, отец Дмитрий, вот ты привёл в пример Иова. И ты говоришь, что Иов, мы тоже подтвердили, что его праведность рухнула, но о чём мы решили, что его праведность рухнула? Где там говорится, что его праведность рухнула? То есть, в тех словах, которые к нему обращал Бог, нигде не говорится, что вот Иов, и вот твоя ошибка, я тебе на неё указываю. Да, там есть удивительные слова Иова. Он говорит, значит, я теперь вижу тебя, и я раскаиваюсь в прахе и пепле, но он в чём раскаивается? В своей самоуверенности этого... Нет. Отец Стефан, скорее... Ну, книга таким образом построена, что это диалоги Иова и его трёх друзей. Это я понимаю. Его три друга... Спасибо. Спасибо. Да, дальше. И его три друга, они говорят, Иов, ты в чём-то согрешил, потому что праведный не страдает. Мы тоже знаем. Не страдает. Иов говорил, я ни в чём не согрешил. И Бог ему не сказал, где он согрешил. Бог ему... Да, он не говорит, но он, по сути, даёт ответ. Он говорит, Иов, ответ, почему ты страдаешь, буквально, во встрече со мной. И Иов получает ответ нерациональный. Он встретил Бога лицом к лицу, и он и получил ответ. Я сейчас не готов слова... Ну, это, на самом деле, это действительно разбирать отдельно нужно книгу Иова. Мне кажется, это была бы следующая интересная передача. Слова приводить там, да, но у меня есть ощущение, что там он как раз раскаивается в самом вопросе. Ну, вот почему. Да, да, да. В самом вопросе. Как бы в возмущении. В том числе. В том числе. Почему он им задавался. Понятно, что он этим вопросом задавался, находясь в этом состоянии. Вот у меня такое ощущение... Я не готов сейчас, не буду отцать, но у меня несколько раз, каждый раз, когда читал, вот такое ощущение складывалось просто. Можем мы привести параллель между Иовом и старшим сыном? Ну, вот этот праведен. Этот тоже думает, что он праведен. Старший сын уверен, что он праведен. Ну, понятно, что про Иова там в более таких вот светлых тонах говорится, что даже он в помыслах был чист. То есть, Иов правда был праведен. Иов правда был праведен, да. А старший сын только думал, что он праведен. Я думаю, что в каком-то смысле можем. Потому, что концовка истории о старшем сыне нам неизвестна. И в принципе... Иов, по-моему, вообще единственный персонаж Священного Писания, о котором сам Бог говорит, что он праведен. Не знаю, насчет Авраама, по-моему, нет. Тут просто проговаривается. Еноха. Ну, да. Из таких, о которых что-то много написано. Ну, то есть, не можем, получается. Потому, что Иов правда праведен, а старший сын... Я думаю, что можем. Потому, что это разный фокус. То есть, когда нам рассказывается история Иова, подчеркивается, что даже в мыслях он был чист. Когда нам рассказывается история старшего сына, показывается все-то какой-то дефект. Но, по сути, по отношению к Богу, они стоят на одной стороне. Они ищут спасение в правде. В человеческой правде. В законе. Ну, я это так воспринимаю. Я не настаиваю. Но мне так кажется, что это некий предел. А притча о блудном сыне открывает нам, что человек приходит к Богу через... Вот как слово мне понравилось, сейчас Павел сказал. Ночь души. И в этом смысле Иов и старший сын, они типологически схожи. Иов именно до вот этого краха своей жизни. Ну, а вдруг старший сын правда искренний? Вдруг он... А чего злой такой тогда? Ну, обидно ему. Извини меня. Кстати, интересно. Обидно у человека, который любит своего брата, что он вернулся? Значит, у него проблемы. Нет. Ему обидно не это. Ему не обидно, может быть, что он вернулся. Да нет. Он там же упрек конкретно. Этому, который с блудницами расточил. Упрек не в том, что он его принял. Упрек не в том, что накормил или что простил. Упрек в том, там, совершенно конкретно, что ты так не радуешься моему присутствию, как ты вдруг обрадовался присутствию этого человека. Потому, что я все время с тобой, а оказывается, вот забери у тебя, а потом верни. Ты будешь радоваться, а я избаловал тебя своим присутствием. Ты как-то не так не радуешься. Ну, вот как, например, я уехал из родительского дома и живу далеко. А брат мой живет близко. И, естественно, когда я приезжаю раз в полгода, отец мне говорит, о, здравствуй, мы обнимаемся. Но понятно, что с младшим моим братом они, может быть, так каждый день не обнимаются, потому, что они просто видят друг друга постоянно. Ну, тебе-то отец Николай-то не высказывает претензии, что ли? Нет, не высказывает. Я думаю, и отцу не высказывает, но согласен. Ну, и все. Ну, все-таки, отец Стефан, мне кажется, мы не должны как-то очень однозначно перекладывать это все на нашу жизнь. Ну, подожди. Здесь скорее типы какие-то. Ну, хорошо, типы. Вот где тип. Старший, брат. Мы можем подумать, что он искренний? Или мы точно знаем, что он... Он искренний? Нет, безусловно. Как и фарисеи были искренни. Вот. Это важно. Они же были очень искренни. Важно. Кстати, интересно вот насчет Иова. Он начинает видеть страдания окружающих только тогда, когда сам начинает страдать. Наверное. Вот это подчеркивается в тексте. Когда он начинает страдать, он говорит, вот смотрите, беззаконие-то сколько на самом деле на земле творится. Оказывается, Господь попускает. До этого он этого не видит. Это тоже какая-то вот, знаете, какая-то духовная незрелость, возможно, можно так сказать. И прости, что я тебя перебиваю. Просто у тебя вдохновение такое серьезное сегодня. У нас нет такого вдохновения. Вот. Но я все же почему хочу перебить. Потому что Иов потом, возвращаясь в первое и более превосходное состояние, опять перестает постигать, так сказать, трагедию мира. И это там тоже считывается из концовки. Ну, то, что дальше... Нет, там прямо проект поговаривается, что у него было все замечательно, наследился днями и так далее. Больше у него вот эти вопросы его не беспокоили. Почему столько зла в мире? То есть, в моменте, когда он переживал... Владыка, это концовка, концовка. Она стала открыта. И дальше он совершенно благополучен. Концовка прописана очень широкими мазками. Там не обязательно должно говориться о всем, как изменилось его сердце. То есть, картинка не изменилась. Там контекст, контекст. Ну, контекст. Ну, я не соглашусь. Ты давно ее перечитывал? Я ее перечитывал совсем недавно, потому что буквально недавно читал лекции по... Чувствую, заговорил архиерий. Ты давно перечитал книгу Иова. Не-не, ну про... Ну, я лекции недавно буквально читал по книге Иова. Я ее... Сейчас это одна из моих самых таких вот любимых книг английских. Во всяком случае, у меня сложилось впечатление такое, что каждый раскладывается. Причем интересно, кстати, Аверинцев, это Аверинцева прочтение, он говорит, что концовка книги Иова, она содержит в себе иронию. И он говорит, на эту иронию указывают имена трех дочерей. То есть, там рожок для притираний, корица и горлица. По-моему, как-то так. И Аверинцев говорит, смотрите, ну, вроде бы пафос высокий, но как бы автор специально добавляет ироничность. Он как бы показывает, что на самом деле история Иова никогда так не заканчивается. Потому, что история Иова, она заканчивается могилой. Что человек страдает, умирает, снисходит в ад, и там он получает свои ответы на вот эти вечные вопросы. Но в жизни так не происходит. Но вы хотите, друзья, хэппи-энд, вот вам хэппи-энд. И жили они долго и счастливо. И поэтому он... Потому, что история Христа, она тоже в реальности, в жизни Христа так не закончилась. И то, что она закончилась воскресеньем, это нонсенс вообще. Поэтому все-таки книга Ио – это прообраз. Отец Дмитрий, вот ты сказал, жили долго и счастливо. Я возвращаюсь к притче о блудном сыне. Такой вопрос, можем ли мы предположить... Я понимаю, что это выход за рамки... Но я объясню, почему я спрашиваю. Можем ли мы предположить, что дальше в итоге они втроем, отец, два сына, живут долго и счастливо. Вопрос вот с чем связан. Мы часто сравниваем притчу о блудном сыне с приходом грешника в церковь. Но я практически ни разу в жизни не видел прихода подобного приходу блудного сына. В каком плане? Я видел искреннее покаяние, слезы у аналоя, биение себя в грудь. Я не видел, чтобы человек один раз пришел и больше не уходил. Может потому, что у нас практика исповеди такова. Абсолютно согласен. Но я имею в виду, что человек приходит, переживает покаяние, уходит. И я часто, когда человек приходит в первый раз на какую-то серьезную исповедь и говорит про блудного сына, я все время напоминаю эту притчу. Я говорю, понимаете, отец встретил сына, но в притче не предполагается, что сын начинает туда-сюда ходить. То есть, он заслужил доверие, деньжат где-то поднабрал, отъелся обратно и туда-сюда начинает ходить. Отец Степан, знаешь, почему мне так кажется? Как так? Потому, что мы задаемся этим вопросом, и я тоже задался бы этим вопросом, потому, что на самом деле мы не такие, как отец. Мы хотим, чтобы к нам пришли в церковь и намертво остались около нас. Нет, нет, нет. Тут, по-моему, отец Степан о другом. Я понимаю. О том, что наше покаяние, даже когда оно будет искренним, по большому счету, оно ничего нам не стоит. Мы не приносим этой жертвы. А жертва – это то, что надо оторвать от сердца с болью. Может, тогда это и не покаяние? Покаяние тоже определенно есть границы. Мне кажется, что речь должна идти просто о разных грехах. Если человек кается в тщеславии, он должен себя увидеть в своей немощи, в своем бесславии, в каком-то еще в чем-то. Если человек, например, кается в блуде, и это бывает очень боль, он должен разорвать какие-то греховные отношения, он должен поставить точку в каких-то романтических историях, еще в чем-то. Если это речь идет о воровстве каком-то, он, может быть, действительно должен прямо отказаться от каких-то ложных бизнес-схем, еще чего-то. То есть, действие должно быть какое-то. Покаяние предполагает. Оно должно быть с плодами, конечно. А может быть, кстати, отец Павел говорит с плодами, но является ли действие плодом? Мне кажется, действие – это и есть покаяние, а плод – это то, что приходит. Да, но то, что в результате. Понятно, что оно может сопутствовать действию. То есть, совершая действие, человек может наполняться благодатью, радостью, миром, спокойствием. Но не обязательно. Он может менять свою жизнь механически, грубо говоря, исполняя действие, живя как будто. Как будто он не грешник, совершая новые действия. А за это Господь дает ему радость, потому что он входит в новые отношения с людьми. Ну, там Иоанн Златоуст говорит хорошо по этому поводу. Если у тебя нет любви, делай дела любви, Бог даст тебе любовь. То есть, готовь сосуд, и Господь потом даст тебе… Тут просто в чем дело-то, что мы проговорили, конечно, и про отца, и про даже младшего, и про старшего. Но ведь младший со своей стороны должен быть готов принять этот формат. Он идет быть наемником не только потому, что он не рассчитывает ни на что большее, а может быть наемник – это еще и тот, с кем нет никаких близких отношений. Что рассчитывает на легкую жизнь какую-то, да? Он просто рассчитывает легкую не в плане… Безответственную такую. Безотрудиться, а безответственную. То есть, не вступать больше с отцом в близкие, а значит предполагающие болезненный разрыв отношения. И тебе не кажется, что это вчитывание в текст какого-то смысла все-таки? Я что спрашиваю? Вот сын идет с определенным намерением, у него есть определенные планы, как выстроить дальше отношения с отцом. Отцу неинтересны эти намерения. Он говорит, нет, вот я тебе предлагаю вот такие отношения. И человек, который пришел, да, с покаянием, но своим форматом дальнейшей жизни, он вынужден принимать другие условия. Вот у нас человек, когда приходит на исповедь… Ведь сколько раз, например, я видел сильнейшее покаяние, которое не предполагало дальнейшей, например, церковной жизни, глубоких отношений с Богом. Это скорее была проблема чувства вины, которая меня так придавила к земле. Я хочу у тебя попросить прощения, чтобы ты с меня эту плиту снял. И я дальше пойду своей жизнью жить. Я дальше не готов к этим глубоким отношениям. Отец Стефан, ну откуда мы знаем, установились ли у человека глубокие отношения или нет? Я почему сказал вначале, что мы хотим контроля, мы думаем так. Лично я, например, буду за себя говорить. Человек пришел ко мне в храм на исповедь. Я вижу, человек совершил грех. Он пришел на исповедь. Серьезный грех. Вот это чувство вины, о котором ты говорил, он раздавлен, он уничтожен. Он мне исповедуется, и все и пропадает из моей жизни. Нет, я же не говорю, что у него не установились отношения. Я говорю, что он должен быть готов к более глубоким отношениям, чем те, с которыми он шел. Ну откуда мы знаем, готов он или не готов? Если он не появился у меня в храме, это не значит, что он не готов. И даже если он не появился в храме у других людей, и не стал причащаться и вести сознательную церковную жизнь, это не значит, что он не вступил в отношения с Богом. Может быть, какая-то страшная карамольная идея такая? Подожди. Я говорю про другое. Я говорю про то, что вообще, что отец предлагает только такой формат. И он, кстати, тоже должен увидеть, что сын согласен с этим форматом, во-первых. А во-вторых, сын должен согласиться с этим форматом. Ну, это формат любви, искренних отношений открытых. Кто откажется от этого? То есть, это восстановление общения. Тот, кто не хочет. Тот, кто не хочет этой любви. Потому, что любовь обязывает. Любовь предполагает. Но если сын обратно вернулся, он жаждет. Он не может, он понимает, что умирает. Он вернулся потому, что он со свиньями ел. Ему может просто хочется стабильно, нормально питаться. Чтобы не сдохнуть. Ну, отец Стефанович. Мне кажется... Ну, да. Я понял. Но я бы, например, так эту притчу не толковал. Я бы все-таки... Я не толкую так. Я спрашиваю. Нет. Это очень хороший заход. Потому, что действительно... А что дальше? Вот это все прошло. Вот они поели. Вот они устроили там танцы... Но опять же мы пытаемся выйти за рамки образов приточных. Речь-то идет о чем? О том, что человек не чувствовал полноты жизни. Он мучился... А ведь на самом деле это как круто, что там открытый финал. Да. Это очень круто. Притчи с открытым. Это очень круто. Финалом. То есть, мы не знаем, как младший сын согласился с отцом. То есть, он не бунтует явно. Но как их жизнь дальше сложится. Да. И старший сын. Отец предлагает ему проблему. Показывает проблему. Чтобы тот покаялся. Да. Он говорит. Так чего ж ты не радуешься? Как тут можно не радоваться? Он ему говорит. Почему ты радуешься? Он говорит. А как тут можно не радоваться, когда твой брат умирал и ожил? Да. И старший сын. Это знаете, мне почему-то напоминает такой образ. Что ребенок собрался после окончания 11 класса поступать в какой-нибудь колледж, где уровень приема по ЕГЭ равен 20. А тут так ситуация разворачивается, что его взяли в МГУ. И вот он такой. Надо мне все. Ааа. За что мне? Да, да, да. Близкое что-то. Да, да, да. То есть, я не рассчитывал. Мне кажется, что если мы называем притчу притчей об обладном сыне и делаем акцент на нем, против чего в начале нашей беседы отец Павел восставал, то финал действительно открытый. Но если мы назовем ее о милосердном отце, какое у тебя было предложение? Любящим отце. Любящим отце. Любящим отце, тогда финал вполне себе есть. Ну, да. Тут уже сомнений нет. Если мы смотрим, в качестве главного героя мы берем Бога, то все понятно. Финал он четко просматривается, на мой взгляд. То есть, с отцом здесь нет проблем. Проблемы нет с отцом никакой. Проблем, точнее, отец все про себя показал. Это ведь почему? Я вот часто говорю, что в разных беседах, когда затрагиваем монашество, семейную жизнь. На мой взгляд, монашество значительно проще семейной жизни. Почему? Потому что есть ты, такой какой-то есть, есть Бог. Неизменный, любящий, милующий, всегда принимающий. То есть, в этих отношениях там переменная одна – это ты. А если семейная жизнь, там другие появляются переменные, от которых ты сильно зависишь. И ты можешь быть идеальным каким-то, праведником и все делать хорошо, четко отрабатывать свою роль. А там есть второй, да, совершенно непредсказуемый. И больше, так сказать, этих самых, вероятность больше попасть в неприятную устойчивую. Да-да, в менее устойчивую. В этом смысле монашиство значительно проще. То есть, отчебучил – пришел. Отчебучил – пришел. Ну, и так далее. То есть, это притча о семье в большей части. Ну, Бог, Бог, Он принимает, Он принимает. И это ведь все же, мне кажется, что Господь произносит эту притчу именно… Вот это основная мысль была у него. Основная мысль – показать милосердие, всепрощение и вот готовность принять Бога, причем абсолютную, всегдашнюю готовность. Что старшего сына, что младшего. Старший, который там что-то говорит, можно было как-то его, наверное, наказать за эти слова. Но Он произносит такую речь, которая призвана растопить сердце этого человека, как-то попытаться помочь ему с другой стороны посмотреть на происходящее. Так и младшего сына. И это происходит всегда и постоянно. И мы видим, что нет тех условий, которые бы ограничили Бога в этом смысле. Единственное условие – если я остался со свиньями. Все. А в остальном? Ну, собственно, и по этой причине ведь мы перед началом поста об этом и читаем. И к этому, мне кажется, мы призваны в первую очередь прийти и об этом подумать. Мне думается, что, конечно, ставить себя на место Отца не стоит. Здесь мы все либо один, либо другой, либо неназванный, либо какая-то комба такая дивная из этих двоих. Ну, мы где-то там все так или иначе. Потому что… Отец Павел замечательно рассказал про… Владыка, ну, знаешь, вот я с тобой не соглашусь. Да я понял, что ты с тобой не согласен. Для меня вот очень такие… Немного в афонских пятериках истории, которые пронзительные. Вот одна история как раз она ведь именно о том, что человек может так себя вести. Как? Ну, помнишь, вот эта история, когда в одном скиту начали пропадать дыни. Вот. Ну, в афонской пятерике… А, нет. Афона ты фанат, а Афона не фанат. Вот, вот. Это разная история. Это же абсолютно потрясающий момент, когда монах спрятался, понял, что кто-то из своих таскает. Фанат узнал, кто. Бежит в келью игумену, стучит и говорит… Германда, я знаю, кто у нас ворует дыни каждую ночь. И тут он закрывает рот рукой и говорит, что… Я тебя очень прошу, если в следующий раз соберешься снова пойти и выяснить… Сперяйся так, чтобы вор тебя ни при каких условиях не смог увидеть для спокойствия его совести. То есть, это как? Это как вообще? А ты не согласен, в каком месте? Нет, я не согласен с тобой в том, что невозможна модель поведения отношения к грешнику так, как она представлена в притче. Может, я не только услышал что-то. Я не знаю. Там ощущение, что какой-то модулятор стоит, и для тебя мои слова как-то долетают своеобразным образом. Я тоже не понял. Да, да, да. Или ты просто не согласен? Нет. У тебя стоит быть не согласен сегодня. Ты говорил о том, что нельзя себя уподоблять, сравниваясь с отцом. Все мы либо тот сын, либо тот сын. А я говорю тебе, что вот, пожалуйста, реальные истории. Конечно, этот игумен не отождествлял себя с отцом, но он поступил так, как отец. Он не захотел, чтобы среди его 10-15 братьев у него хотя бы мысль задняя какая-то, где свербило, что вот это вор. В контексте Великого Поста и логики Великого Поста да, может быть, можно поговорить или подумать о себе как об отце по отношению к тем людям, которые нуждаются в нашем прощении и приятии. Возможно. Ну, да, да. Но вместе с этим делать акцент только на том, кто там перед нами согрешил, ну, как будто бы и не совсем допустимо. Владыка, отцы дорогие, спасибо. Мне кажется, сегодня мы интересно так потрогали с разных сторон эту тему. Ну, а вам, дорогие зрители, хочется пожелать хорошего, благодатного Поста, чтобы в этом году действительно понять, что такое покаяние, чтобы пост не был бесплодным, чтобы произошла та самая переломная точка, в том числе и в нашей с вами жизни. Ну, и, конечно, подписывайтесь на наш Ютуб-канал. И если вам интересно вот такой состав, чтобы мы снова собрались… Такой формат. Да, такой формат, такой состав, то пишите в комментариях. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание! Спасибо за внимание. Продолжение следует...